А прекрасно! Мы продолжим говорить, но уже с нашими гостями у нас в студии Александр Рыбин, режиссер-постановщик, и Анастасия Косенко, художник-постановщик. Доброе утро! Доброе утро! Я думаю, сейчас наши зрители думают, что тут вот, да, супер два таких вот бородатых мастера будут, которые будут вещать, но нет, видите, ребята совсем молодые и творческие, и талантливые. Они уже сняли свой первый короткометражный фильм, правильно? «Копилка времени». Отлично! Вот, и они поведают о том, как им это было. Что вы копили в своей «Копилке времени»? Расскажите, пожалуйста. «Копилка времени» — это фильм о ценности времени. У меня давно плавала такая мысль в голове, что нужно снять подобный фильм, потому что тема времени на самом деле очень актуальна. В наше время, в наш быстрый век сменяющихся технологий, мне кажется, что эта тема очень интересная. Она будет интересна как взрослым, так и детям. И взрослые найдут что-то свое в ней, потому что, ну, это повод оглянуться назад, посмотреть, как прожили жизнь, что... О чем он? В фильме есть три истории, три таких новеллы. Есть главный герой, который прожигает время, тратит его направо-налево. Концепция такая, что время — валюта. Нет денег, а люди зарабатывают время и тратят его. То есть это вот как раз-таки в обиходе, да? Вот из виднопродукты? Да, да, да. Ну, вот такая концепция. Это немножко фильм «Время» 2011 года с Джастином Тимберлейком. Многие спрашивают, похожая очень концепция, но у нас много-много другого. У нас в фильме есть копилка времени. Это сосуд, куда люди откладывают и забирают время. Там концепции совершенно разные. Просто и там, и там тема времени. Поэтому сразу мало фильмов снято насчет этого. И все такие, ну, раз «Время», значит... На ситуации, да. Да, сразу фильм «Время» с Джастином Тимберлейком. А на YouTube вы уже залили там посмотреть можно? Или где можно увидеть? Да, мы только сняли его, обработали. Монтаж был, цветокоррекция. Сейчас очень долго мы переозвучивали фильм. И вот только-только его сделали. Будем сделать премьеру уже. Да, премьера скоро будет. Вот сейчас в связи с нынешней ситуацией немного отложили премьеру. Сложно вообще в Крыму снимать? Часто ли снимают короткометражки именно? Ну, так как это был наш первый опыт, нам было, конечно, сложно. Но мы очень многому научились. У нас были все самые разные ситуации, как во время съемок, так и во время постпродакшена. Просто это было очень удивительно. И время протекло очень быстро, очень много эмоций. У нас была огромная команда, собранная из всего Крыма. Да, и не только с Крыма. Было очень круто. Но главное — это эмоции. И вот этот результат, который мы ждем, он просто вау. Ну, вот проходит же и президентский форум в Крыму, да? Вы на них ездите? И вот мы планируем поехать и с этим фильмом, с последующими как-то, может быть, получить грант, поддержку какую-то на дальнейшие фильмы. А сейчас исключительно просто на энтузиазме? Да, на энтузиазме, на каких-то своих сбережениях. Помогали спонсоры некоторые заведения по Симферополю. Да, вот своими силами. Сколько людей вы задействовали для того, что... Ну, какая у вас команда вообще? Команда, в принципе, ну, так сложно считать. Более 20 человек. Ну, более даже, наверное, 30 — это вот съемочная группа. Плюс еще актеры, массовка, вот главные... Расскажите, как велась работа? Я просто понимаю, что организовать такое количество людей, ну, это отдельный талант для этого нужен. Это очень сложно. На самом деле, да, я столкнулся первый раз с этим, вот серьезно так. Я до этого снимал какие-то маленькие ролики, что-то такое пробовал, а вот чтобы снять фильм, это была первая работа, это катастрофически сложно всех организовать, все это спродюсировать, организовать. И мы снимали 4 съемочных дня, и, ну, очень сложно за эти 4 съемочных дня очень много. 4 дня — это очень быстро. Да, но это короткометражный, да, короткометражный фильм был. Ну, сколько там 10-15 минут вышло? Да, да, 13 минут сам фильм вышел, да. Титры еще... Ну, это довольно... Это довольно немало, так я скажу, за 4 дня. Локации как подбирали, как меняли? Локации были по Симферополю, это были натурного типа локации, павильонного, мы снимали в квартирах, в больнице, были съемки в университете. В университете даже как у... Да, в больнице снимали, ну, я сказал... А вот, мне интересно, вы... В Гагаринском парке... Просто я... Мне сложно понять, вы студенты или уже как бы решили так серьезно... Ну, нет, ребята, закончили уже, наверное. Да, закончили? Да, закончили? Ну, да, да. Вот, а могли бы сказать, что побудило, то есть желание самореализоваться или, ну, вот... Ну, такая... Такая вот мысль снимать фильмы у меня была, вот, рвение прямо с детства, я это хотел, всегда этим жил, и как-то... Как-то решил в последующем это реализовать, попробовать, я всегда был связан с этим делом. Все во имя творчества. Вот, наверняка слышали про Лапенко, он говорит, мне достаточно было брать телефон и снимать. Вот, расскажите, какое у вас стартовое оборудование было? Может, кто-то воодушевится вашим примером и решит последовать, скажет, я тоже так же хочу, как эти ребята. Ну, в фильме у нас была аппаратура, конечно, 6К, мы снимали все, а начинали... Ну, начинали с того же телефона, с каких-то коротеньких роликов, да, вот так и начинали. Ну, я на самом деле, я как понимаю, что сейчас в силу наших технологий достаточно одного хорошего качественного мобильного телефона, да, при том, что такие вещи могут прокатить, тем более, если они, допустим, взяты вообще одним дублем. Да, да. На самом деле, конечно, в наше время, когда у каждого есть телефон и качественный телефон, потому что если сравнить с тем, что раньше было и с тем, что сейчас, то, конечно, этот телефон сейчас очень многое дает картинку, да, намного лучше, чем какие-то старые-старые камеры, поэтому любой человек сейчас может стать режиссером, сняв короткий ролик, выложив сети, набрав просмотры, да. А может у вас, я просто знаю, ну, тот же... Ну, это если будет интересно. Многие операторы и, ну, съемочные группы делают, допустим, отдельный аккаунт в Инстаграме, в социальных сетях, для того, чтобы собирать какую-то базу даже тех же поклонников и размещать там... Поклонников. 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 Значит, размещать там свои какие-то вот бэкстейджи и так далее. Может, у вас есть тоже такая группа? Я бы подписался. Да, копилка, нижнее подчеркивание, времени. На Инстаграм. Да. Мы там выкладываем и бэкстейдж, и... Прямо сейчас. Все, подписывайся. А я пока представлю наших гостей. Спасибо, что вы пришли к нам в гости. У нас в гостях был Александр Рыбин, это режиссер-постановщик, и Анастасия Косенко. Она у нас художник-постановщик. Да. Спасибо вам большое.